Всем привет! Сегодня я продолжу делиться с вами своими секретами и рекомендациями по поводу того, как же правильно покупать в интернет-магазинах Китая. И осветим мы сегодня самую популярную тему. Как же покупать правильно одежду? Вы, наверное, не поверите, если я вам скажу, что 95% всей одежды в мире производится именно в Китае. Такие известные бренды, как Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, Gucci, Versace, Armani, Versace, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Trussardi, Bulgari. Тысячи тонн одежды, обуви и аксессуаров производится именно в Китае, а потом привозится к нам и продается, а чаще всего перепродается у нас за огромные деньги. Отсюда следует логичный вывод, что покупать в Китае выгодно. Но насколько выгодно? И вообще, стоит ли? Мой ответ – стоит, но с умом. И на этот счет у меня есть несколько простых правил. Первое правило. Одежду стоит брать со смотрисленностью и осторожностью. Если берете одежду в китайских интернет-магазинах, то сперва ознакомьтесь с таблицей размеров. А лучше всего измерьте все свои органы линейкой, а потом просто сверьтесь с соответствующей таблицей. А еще лучше – сходите в магазин или на рынок и выберите там вещь, которая вам больше всего понравится. С уверенностью 99,9% можно утверждать, что на Алиэкспрессе или на других китайских торговых площадках вы найдете именно то, что вам уже приглянулось на базаре. У меня были случаи, когда моя жена заходила в бутик за какой-нибудь побрякушкой. В это время я выходил в интернет с помощью своего телефона и уже на Алиэкспрессе находил ей ту же самую побрякушку, но в 10, а то и в 20 раз дешевле. Но не все так хорошо, как выглядит на первый взгляд. Второе правило. Дешевле не значит лучше. Однажды я купил себе носки. Дешевые такие. 5 долларов за 10 пар. То есть 50 цент за пару. И как назло, наша почта сработала как флеш. Привезла мне их за 2 недели. Но то, что пришло, было будто бы не с нашей планеты. Не было ни резинки, ни пятки. А после первой носки еще стало чем-то бесконечным. Моя нога превратилась в что-то зловонное и цвета носков. Моя жизнь никогда не будет прежней. Поэтому запомните, дешевая одежда это некачественная одежда. Третье правило. Не берите никогда одежду с очень яркой и ядовитых цветов окраской. Если одежда очень яркая, то скорее всего она выполнена из некачественной китайской краски. Следовательно, она будет плохо пахнуть и после первой стирки окрасится. Четвертое. Покупайте оптом. Если вы покупаете оптом, то вдобавок к скидке по купону, китайцы вам могут сделать скидку за оптовую покупку. Соберите своих друзей, знакомых, составьте список, кому что нужно. И уже по оптовой покупке, скинувшись, можете купить себе очень много вещей и очень дешево. Пятое. Не бойтесь покупать китайские сумки. Китайские сумки просто шикарны. Они дешевые, их можно накупить десяток, другой и просто ходите и расшвыривайте их вот так по улице, как в подарке. Подарите сумки бабушке, матери, не знаю. Купите себе много сумок разных. В Китае можно найти сумки для всего. Для детей, для своего домашнего динозавра, черепашки, попугайчика, сумки с джики-чаном. Тем более, если вы любите сумки. Сумки. И последнее. Если вы покупаете в китайском интернет-магазине что-то впервые, и этот магазин предоставляет вам право купить что-то без регистрации, лучше этого не делать. Обманывать вас, скорее всего, никто не станет. Товар все же таки вышлют. Но в случае чего, это значительно усложнит ваше общение с саппортом. На этом пока все. В следующем видео я вам расскажу, куда эффективнее всего деть 1 доллар, и куда деть те центы, которые остаются у вас на карточке после больших покупок. Оценивайте, комментируйте. Скоро будут новые видео с советами. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok